В Чувашии с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров. Он посетил предприятия агрохолдинга Юрма в Батринском районе и агрохолдинга Конт в Янтиковском районе. Кроме того, в Янтиково состояло совещание о перспективах развития животноводства в Чувашии, в котором приняли участие глава республики Михаил Игнатьев, министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров, республиканское руководство отрасли и местные товаропроизводители. Речь, разумеется, зашла о продовольственной независимости страны и региона. Министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров рассказал, что уже сейчас страна полностью обеспечивает собственные необходимые потребности по зерну, картофелю, подсолнечному маслу, сахару. Кроме того, сейчас экспортируется около 2 миллионов тонн рыбы, а импортируется около 1 миллиона тонн. Неплохими темпами растёт обеспеченность населения отечественным мясом и мясными продуктами, планируются дополнительные меры поддержки для производителей молока и молочной продукции – мяса птицы. Мы доложили представителю правительства и президенту о том, что нужно продлить эту программу. И, в принципе, понимание есть. И сейчас мы готовим обновление, новую редакцию госпрограммы. И пишем там, что до 2017 года. С докладом о работе агропромышленного комплекса республики выступил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов. Он отметил, Чувашия традиционно занимает одно из первых мест по основному показателю эффективности сельскохозяйственного производства – выходу продукции на единицу площади. Так, в республике производство мяса на 100 гектаров сельхозугодий в 2013 году составило 10 тонн молока – 42 тонны. Эти показатели выше не только окружных, но и среднероссийских. Если недавно это направление практически отсутствовало у нас, то сейчас единичные проекты, они есть у нас и в Чебоксарском, Парецком, Шумерлинском и Шумуршинском районах. И общие поголовья свыше 2000 у нас имеются. Но значительный прирост мы планируем в этом направлении за счет привлечения инвесторов. Вы знаете, многие здесь сидящие, что Чувашская республика заключила соглашение с провинцией Сычуань, и у нас уже создано совместное предприятие с Чувашской стороны и со стороны бизнеса Китайской народной республики провинции Сычуань, которые планируют со следующего года начать проект по производству мяса говядины. Первоначально это 2000 голов маточного стада. И дальнейшим увеличением реализуется этот проект в Марпасадском районе. Правда, Минсельхозе России считает, что сельхозтоваропроизводители Чуваши не уделяют должного внимания мясному животноводству. И само по себе вот это снижение в структуре аграрного производства удельного веса животноводческой продукции, по нашей оценке, это обстоятельство тревожное, которое позволяет, может быть так уже на старте выступления, сделать вывод об отсутствии приоритетов по отношению к животноводству. Однако аграрии республики с руководителем департамента не согласились. В развитие этого направления в последнее время вкладываются солидные инвестиции, количество предприятий различных форм собственности растет. И это несмотря на то, что есть проблемы с получением федеральных субсидий по процентным ставкам, а также с самими банковскими кредитами. Под залогом Збербанка находится имущество на 350 миллионов. То есть почти трехразовое превышение залоговой суммы. И мы не можем сегодня привлекать кредиты для дальнейшего нашего развития только за то, что мы не можем банкам предоставлять залог. Вот как бы этот узел нам разрубить, чтобы все-таки банки, пусть даже на маленькие предприятия, аграрный бизнес, смотрели все-таки как бы с пониманием. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, сельское хозяйство Чувашии за последние годы не делало резких отклонений от намеченного курса. Все основные направления сохранены. Однако кое-что корректировать приходится. Производство ради производства противоречит законам рыночной экономики. Сегодня не чиновник, а рынок расставляет приоритеты в сельском хозяйстве. Надо кроме производства учесть, как земля используется. Тут тоже цифры были озвучены. Кроме всего этого закредитованных хозяйств субъектов, платность-возвратность по нашим государственным коммерческим кредитам и в целом какая экономика. Я ответственно могу доложить, по итогам прошлого года экономическая ситуация и удельный вес прибыльных хозяйств субъектов у нас в республике улучшилась. Это очень здорово и тем самым это является в конечном счете в рыночной экономике ключевым показателем. В завершении совещания лучшим тружникам сельского хозяйства республики были вручены государственные награды. Высшая награда Минсельхоза России «Золотая медаль» за вклад в развитие промышленного комплекса была вручена генеральному директору АКОНДА Валерию Иванову. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоплев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова